Здравствуйте, господа аудиофилы! Сегодня у нас на обзоре вот такие вот совершенно неоднозначные наушники, которые называются KBR. KBR, стример, именно стример. Стример рекламирует наушники стример. Честно говоря, наушники абсолютно неоднозначные, и сегодня по ним я даже не знаю, как снимать этот обзор, потому что послушал я их сутки, погрел я их много часов, объясню почему и зачем я это делал, и что они из себя представляют. Но, короче, обзор будет своеобразным. Не думаю, что он зайдет производителю. Наушники идут вот в такой вот красивой коробочке. Сопротивление 32 Ом, чувствительность 106 дБ, диапазон АЧХ 5 Гц, 35 кГц. Наушники также оснащены 10-мм динамическим драйвером. Так, распакуем всю эту премиальную красоту. Ох, какая коробочка, ты смотри. Прям все как мы любим, красивенько упаковано, как будто драгоценность, словно кольцо какое-то. Драгоценное. Ты глянь, какая красотища. Прозрачный, прям видно динамик, динамический. Какой здоровый. Шикарный, гладенький, прям, ой, прелесть. С виду великолепный, просто оценка 10 из 10. Внешний вид наушников потрясающий. И, судя по литью, они в ушах должны сидеть идеально. Дополнительно идут амбишуры. И, собственно, провод. Надо же, здесь даже пометочки сделали. Кобир. Провод обычная, многожильная плетенка. Где-то, наверное, по 4 жилы идет. С таким регулятором. Но смотрятся они, правда, красиво. Здесь есть пометки, маленькие кружки. И в этих кружках буквы L и буквы R. Прям вот эти вот все выемки. Очень похожи на наушники ЕПЗ. Они очень удобно сидели в ушах. Максимальный комфорт. Как будто влитые. Я думаю, что эти точно так же будут располагаться. Ой. Прям, ну, прям прелесть. Держишь их. Они такие увесистые. Здоровенькие, тяжеленькие. И очень красивые. Прям вот такая игрушка-конфетка, которой хочется обладать. Ждал я эти наушники с нетерпением. Потому что выглядят они просто потрясающе. Это, пожалуй, одни из самых красивых наушников. Да, если не самые красивые. Которые я щупал за все время. Пришли они. Я их распаковал. Такой восторгался коробочкой. Все. Вставил их в уши. Сидят они прям как влитые. Идеально. Как будто вот прямо слепок взяли. И вылили вот в такую форму. Идеально сидят. Просто ты их засовываешь. Не подтыкивать, не поправлять. Вот как будто EPZ-10, которые предыдущие на обзор были. Вот эти даже еще лучшие EPZ. Типа EPZ идеально сидели. Эти прям вообще. Их вообще хрен вытащишь из ушей. Посадка лучшая, что попадалось за все время. Они тяжеленькие такие, массивные, прозрачные, красивые наушники. Но на этом, наверное, похвалы заканчиваются. И переходим к горькой пилюле, так сказать. Ужас. Просто ужас. Я их включил. Первые, наверное, 20 секунд я ничего не понял, что происходит. Я думаю, так, стоп. Что-то у меня не то в тракте звуковом. Полез смотреть. Так, все играет. Все. Провода на месте. Так, подключены. Да вроде правильно. А что же не так-то? Почему же они не звучат-то нормально? Еще раз вставляю уши. Еще раз включаю. Что-то не то. Думаю, боже, что это такое? Вставляю другие наушники. Может, они какие-то сломаны или что? Вставляю другие. Другие играют. Другие играют, как должны играть. Эти тоже играют. Но играют так, как будто им цена, ну, типа, 100 рублей. Как будто они просто где-то в переходе цыгане торговали этими наушниками. Я их включаю. Они через вуаль играют, через подушку. Как будто ты вуховаты натолкал, а после этого вставил наушники. Вот такой звук. Ни баса, ни верхов, ни середины. Просто мыло сплошное, каша. Ничего не понятно. Ужас. Я думаю, что это за звук? Полез на YouTube. Глянуть обзоры других обзорщиков. Возможно, мне пришла бракованная модель. Смотрю другие обзоры. А других обзоров нет. Попался всего лишь один на всем YouTube англоязычный чувак. Который сказал, ну, извините, я не могу это рекламировать. И выключил видео. Там видео несколько минут всего длится. Он говорит, это типа худшее, что я встречал. Наушники за 5 долларов играют лучше. Я такой, так, видос всего один по этим наушникам. Мой будет второй, значит, на YouTube. И чувак их нифига не похвалил. Он сказал, это невозможно слушать. И выключил. Я такой, ладно. Еще немножко их послушал. Думаю, нет, действительно, слушать невозможно. Так, а если я поэкспериментирую? Я взял другие амбушюры. Поставил сюда. Ничего не изменилось. Я взял дорогой кабель от Leshoir DZ4. Посеребряная медь. Все там, многожильное. Хороший кабель поставил. Оп. Ничего не изменилось. Вообще ничего. Ммм, интересно, думаю я. Надо их прогреть. Мы же верим в волшебную чудодейственную силу прогрева. И на высоченную громкость, на усилитель. Я их поставил играть тяжмет. Экстремальный тяжелый металл. Пошел заниматься своими делами. Два с половиной часа. Они тут озвучивали всю квартиру. Они очень громко орут. Они озвучивали всю квартиру. И я пришел. Снимаю их с прогрева. Слушаю. А! Ни хрена не изменилось. Вообще. Мыло. Каша. Вуаль на звуки. Просто задушенный звук. Абсолютно нет. Нечеткость. Никакой ничего. Я такой так. Не может такого быть. Пора уже стрим начинать игровой. Я такой ладно. Подключаю их к телефону. Заворачиваю футболку. Ложу под подушку. Под одеяло. Короче. Чтобы они не орали. И на протяжении там шести часов стрима вчерашнего. В общем. Они у меня там в телефоне лежали. Грелись с телефоном. Тоже на экстремально тяжелом металле. После стрима. Где-то уже в пять-шесть утра. Я их достаю. Включаю. Слушаю. И о чудо. Бас появился. Бас потрясающий. Жирный. Он проснулся. Родился из ниоткуда. Его не было. Ну типа хрень была полная. Бас появился. Он стал жирный. Массивный. Тяжелый. Но медленный. Бас медленный. И рельефный. Он красивый. Он действительно охрененный. Но он медленный. Его прям слышно. Он не успевает за музыкой. Хотя музыку по-прежнему слышать за вуали невозможно. Верха появились совсем чуть-чуть отдаленно где-то. Ну и все что от прогрева короче. Бас появился. И чуть-чуть где-то вдалеке верхов. Можно сказать что верхов так и не появилось по-прежнему. Но нашел одно чудодейственное средство. Которое называется эквалайзер. Без эквалайзера они ну я не знаю кому могут зайти. Разве что каким-то страшным наверное страшенным вэчефобом. Кто вообще ненавидит вэче. Кто просто в шоке от вэче. Кто предпочитает слушать какой-нибудь лоу фай мюзик. Вот тому эти наушники наверное зайдут. После прогрева. Когда будет объемный огромный большой бас. Хороший такой массивный. Но медленный. Вот тому кто слушает лоу фай. Вот этот вот пердеж фонг. Вот тому наверное зайдут. Хотя на фонг вот цик-цик важны наверное. Здесь цик-цик не будет. Производитель наверное добавит меня в черный список. После такого обзора. Хотя у меня от него пришло три пары наушников. Первые не удались. Я на них возлагал больше всего надежд. Я не знаю что будет с остальными двумя парами. Там разные модели естественно. Но я вынужден говорить правду. Потому что мой канал зиждется на правде прежде всего. И обзоры правдивы. В отличие от некоторых других обзорщиков. Я поискал панацею. Панацея полноценной так сказать. Не нашлось. Но эквалайзер спас положение. Они кое-как так сказать выживают на эквалайзере. В свою сумму вряд ли. Но в целом их оживить можно. Вот на экранах сейчас вы видите эквалайзер. Который я настроил. И собственно ту самую кривую АЧХ. Которая есть у них изначально. На удивление. Хотя не на удивление. Зачастую производитель врет. Когда рисует АЧХ. Он ее пытается нарисовать более идеальную. Чем она есть на самом деле. Вот та АЧХ. Которая сейчас вы видите на экранах. Нарисованная производителем. Она некорректна. Она приукрашена. Она сделана таким образом. Чтобы вы захотели купить эти наушники. Глядя на АЧХ. В действительности. Там просто идет. После подъема на 2 кГц. Там просто идет спад. Сам вниз. И там нет никаких пиков. Вот этого ничего не слышно в них. Там просто идет плавный спад вниз. И там ни хрена нет. Вот эти все пики. Которые горочки. Ёлочки. Иголочки. Вот эти горочки. Треугольнички нарисованы. Там нет ни хрена этого. Там просто идет. Подъем на 2. И все. И вниз. В итоге я вот своим эквалайзером. Видите. Что я сделал со своим эквалайзером. Я его задрал в верхотуру. И наушники просыпаются. Особенно когда поднимаешь. Когда поднимаешь 8 кГц. Наушники оживают. Просыпаются. В них появляется голос. В них появляется воздух. В них появляется четкость вокала. Разделение появляется. Какая-то детализация появляется. То есть в них действительно становится. Можно вполне приемлемо слушать музыку. То есть эти наушники реально можно оживить. С помощью вот такой настройки эквалайзера. У кого-то если более многополосный эквалайзер. Я думаю можно настроить гораздо. Ну не гораздо. Гораздо сам динамик вряд ли выдаст. Но можно и еще лучше настроить. У кого есть допустим ну 20-30 полос эквалайзера. Я думаю получится и получше их подстроить. Проблема их в том. Что разработчик наверное не учел. Качество контроля. Когда они выпускали эти наушники. Вероятно было изготовлено огромное количество. Где-то на аутсорсе. И потом производителю передали. Он послушал такое. А что делать. И пустил их в продажу. Видать они изготовлены просто каким-то колоссальным количеством копий. Потому что нет никакого контроля. Любой человек который будет на контроле. Такой произвели наушники. Дай-ка послушаю. Так это же говно какое-то. Типа переделывать. Что это за херня. А тут нет от производителя никакой обратной отдачи. Типа тебе никто не говорит что это мол. Ну ошибка. Какой-то брак. Косяк. Мы отзовем партию. Или еще что-то. Нет. Еще утверждается что здесь стоят японские динамики. Японские динамики стоят. Да японские динамики не могут играть тускло. Под вуалью. Как-то завуалировано. Замылено. Без ВЧ. Японские динамики это всегда ярко. Это всегда сочно. Сочно. Воздушно. Да. Это далеко не всегда басовито. Прям далеко не всегда. Но японский кабуки звук вот этот самый. Он всегда очень яркий. Он всегда очень такой светлый звук. Вот у меня Ямаха колонки стоят. Наушники были различные японские. И они всегда играют ярко. Не басовито. А именно ярко, открыто, звонко, сочно и в общем чисто и воздушно и так далее. То есть любые эпитеты светлого звука. Это к японскому звуку. Здесь утверждается что это японские динамики. Но ничего японского я здесь не услышал абсолютно. Также производитель хвалится тем что здесь какая-то супер смола. Вот этот пластик это какая-то супер смола. Какой-то сплав и так далее. Так вот я думаю на каком моменте производства этих наушников они облажались. Либо это динамик кривущий, никакущий. Либо это сама конструкция наушников неудачная. Либо это симбиоз конструкции и динамика. Вот это мне непонятно. Но именно такая звуковая настройка такой именитой фирме как Кабир вот этот вот. Я даже не представляю как это вообще могло получиться. То есть чуваки-то реально именитые. Они кабеля великолепны. Кабели для наушников делают офигенные. А у них есть дорогущие там с посеребряной меди как у Туэрена и так далее. То есть ну прям фирма которая умеет делать звук. И вот они выпустили такое. Но я не могу их хвалить, расхваливать. Как-то позитивно о них отзываться. Единственное что я могу сказать. Что после эквалайзера эти наушники хорошо. Прямо действительно хорошо играют русскую попсу. Вот Зиверт я слушал прям великолепно. Бас красивый. Все голос ее хорошо слышно. После эквализации, после настройки. Чудовищные настройки эквалайзера. Вот этих вот пиков которые я сделал в эквализации. После этого они зазвучали. Да действительно неплохо, хорошо даже звучат. Но опять же не под каждый жанр музыки. Металл они все равно нормально не отыгрывают. Они неплохо играют блюграсс. Блюз какой-то. Они могут играть несложный джаз. Они могут играть хорошо электронику. Опять же не каждую электронику. Рэп отлично на них звучит. Тоже проверил, протестировал. Рэпачок играет прям на пятерочку из пяти. Тут прям хорошо все. С рэпом действительно классно. С электроникой, с попсой все хорошо. Зарубежную попсу они тоже хорошо играют, справляются. Они любят бас, где им можно навалить. Они показывают свой медленный, текстурный, рельефный, ландшафтный, масштабный, мягкий, огромный, панчевый, медовый бас. Как угодно можно назвать. С басом здесь все в порядке, кроме его скорости. Но в каких-то медленных жанрах музыки, типа какого-нибудь неторопливого рэпа или еще чего-то, это даже на руку. Идет даже плюс, можно насладиться басом. Верха здесь не режут, ничего. Это опять же эквалайзером, как сами настроите. Они громкие, они хорошо орут, мощно. Но, простите, производители я, конечно, я не могу их хвалить. Просто не могу. Надеюсь, следующие две пары ваших наушников окажутся гораздо лучше. Но эти наушники я не могу советовать покупке. Абсолютно. Да, они великолепно сидят, они красиво выглядят. В очередной раз подчеркну это. С эквалайзером их можно слушать. Да, и очень даже. Но именно те вышеперечисленные жанры, которые я назвал. Любителям сложных импровизационных каких-то там джазовых исполнений. Любителям какого-то небесного воздушного вокала, чего-то вот что-то. Такое утонченного еще чего-то, они не подойдут. Любителям металла они не зайдут. Там нет детализации, которой хочется. Это вот такие примитивные, грубые наушники, которые могут зайти любителям колонны JBL. Вот как у JBL музыка вот эта вот, как из ведра, вот это вот бум нахуй. Вот это вот с их басом вот этим вот, с аббасом и так далее. Вот любителям колонны JBL они отлично подойдут. Тронсмарт, кто любит, JBL, вот это вот все, вот это вот современное вот это пижнятино пластмассовое. Эти наушники великолепно им подойдут. Для нетребовательных жанров музыки. Типа рыбачок, какая-нибудь такая электроника не сильно там замудренная. Там попса, хорошая качественная попса, хорошо играет на них. Типа зиверт, я уже повторяюсь. Зарубежные какие-нибудь там, опять же, Lady Gaga и так далее. А все, что сложнее, нет, увы. Эти наушники прямо мимо. Возможно, позже выйдет какая-то другая ревизия. КБР выпустят стример 2 или как-нибудь еще их назовут, и там будет исправлен этот косяк. Потому что, еще раз, конструктив наушников великолепен. Я бы хотел себе их оставить в коллекцию и наслаждаться звуком, и кайфовать. Потому что посадка просто идеальная. Но это невозможно. Потому что я предпочитаю как раз другие жанры музыки. В основном это металл, джаз и прочее, а они для другого. В общем, если кто-то вдруг их купил, и вы не знаете, куда их деть, используйте эквалайзер вот по примеру того, который я вам на картинке показываю. На этом все. Слушайте музыку в хороших наушниках. Смотрите мой канал, чтобы знать, какие наушники стоит покупать, а какие нет. Какие лучше обойти стороной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я надеюсь, это было видео полезное для вас. И нажмите колокольчик, чтобы не пропускать видео. Потому что YouTube косячит и зачастую отжимает ваши колокольчики. И отключает ваши подписки. Проверьте это все. Поддержите, пожалуйста, комментарием. Это очень важно. Только не засирайте разработчика в комментах. Просто каким-нибудь хорошим комментарием поддержите этот видос. За правду, пацаны. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok